На одной волне с городом. Радио. Болтком. Мир не изменится, если мы не начнём с себя. Добро не появляется из воздуха. Его кто-то должен сотворить. Вместе мы это можем. Каждый вторник в 16 часов в эфире радио Болтком. Программа «Зелёная лампа». А те, кто без нас не справится с бедой. И для тех, кто хочет помогать. Включи зелёную лампу, сделай звонок на благотворительный телефон. И подари надежду. Телефон для благотворительных звонков. 9-3-0-63-84. Плата за звонок 1 евро 42 цента. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Сегодня вторник, День добрых дел на радио Болтком. В эфире программа «Зелёная лампа». Программа о тех, кому нужна наша помощь. Для тех, кто хочет помогать. То есть для нас с вами. И веду её сегодня я, Рита Трошкина. И наша гостья помогает включать «Зелёную лампу» сегодня Юлия Ерейска. Художник, руководитель галереи, арт-галереи, мюзиум ЛВ и культурного центра «Грата». И мама троих детей, скажем так. Спасибо, Юля, что вы пришли. Доброе утро. Доброе утро. У нас есть повод. Мы хотим поздравить сразу Юлю с пятилетним юбилеем её культурного центра, её арт-галереи. И вот мы чуть позже очень-очень подробно об этом поговорим. А сейчас просто хочу озвучить, кому мы помогаем. То есть на этой неделе «Зелёная лампа» включается для маленькой девочки. Ей пять лет. Зовут её Алисия. С мамой и папой она живёт в Риге. И проблема в чём состоит? Заключается в том, что Алисии обязательно нужно пройти курс, сделать диагностику и пройти курс лечения в питерской клинике «Доктрина». Эта клиника занимается, мы уже не первый раз о ней говорим, не первый раз наши дети подшефные туда ездят на лечение. Эта клиника занимается как раз проблемами мозга, проблемами поведенческого характера и очень-очень большой опыт накоплен. Диагностика нужна почему? Потому что у пятилетней малышки Алисии диагностированы эпилептические приступы и очень серьёзные. До двух с половиной лет всё было хорошо и всё было в порядке, а потом начались вот эти вот приступы. И одни настолько сильные были, что она ночью просыпалась по 2-3 часа, как рассказывает мама, могла кричать и плакать, потом измученная засыпала, приступы были днём. Лекарства подбирали разные, лекарства меняли, увеличивали дозы, пробовали разные способы. Ну и в принципе немножко приступы уменьшились, но ничего не исчезло. То есть проблема не исчезла, и это эпилепсия такого вида редкого, что очень трудно подобрать лекарства. Поэтому очень девочки рекомендуют, и нужно поехать в эту питерскую клинику. Сейчас-то сложно, как вы понимаете, сделать, но тем не менее нужно без этого не обойтись, чтобы именно подобрать правильное лечение, правильные медикаменты. Потому что это очень серьёзное заболевание. И наш телефон 9306384, евро 42 цента за звоночек, всю неделю до следующего вторника будет работать для этой малышки, для пятилетней малышки Алисии. Спасибо вам за каждый звонок, потому что они все, как мы любим говорить, собираются в большую и настоящую помощь, которая имеет свои результаты. Напоминаю, что наша гостья сегодня Юлия Ереська. Юля, ну давайте вот начнём прямо сразу с вашего пятилетнего юбилея. Мы поздравляем ещё раз, это буквально только-только состоялось, это событие. Как вы отметили, как вы дошли до жизни такой? Спасибо большое за поздравление. Ну, отметили, как обычно, открытием выставки очередной. Но она, конечно, такая у нас большая, торжественная, безумно интересная выставка, персональная выставка Яны Садейнаца. Это известное имя, да. Известное имя, да. Фотохудожник, да. Он, вся его фото-жизнь связана со знаменитостями Латвии, и не только Латвии. Он фотографирует, делает портреты знаменитых латвийских деятелей культуры, искусства. У него в его коллекции есть и поэты, и художники, и певцы, музыканты, политические деятели. Ну, всех, кого мы можем так вот вспомнить сразу, они обязательно будут в его фотоархиве. Именно к нему обращаются, когда хотят сделать портрет, который отражает, ну, конечно, и парадный портрет это может быть, но всё равно он всегда заглядывает прямо в душу. И этот проект у нас зрел уже давно, называется он Яныс Дейнац «Времена такое сладкое». И в Латвии, в общем-то, это первый проект, связанный с фотопортретами. По всему миру это уже давно известный формат проведения. То есть знаменитые фотохудожники организуют выставки своих фотопортретов знаменитых людей, которые они фотографировали. У нас, в общем-то, вот мы вместе с куратором Дианой Борчевской, это её была идея, уговорить Яныса на такую выставку масштабную. Тем более, что у него ещё юбилейный год до 11 июня, а у нас юбилейный год сейчас наступил в галерее. И вот мы это всё совместили, и Диана уговорила его сделать именно первую в Латвии выставку фотопортретов. То есть это фрагменты времени и истории фактически получаются. Да, да, совершенно верно. В концепте, в описании выставки есть слова именно Яныса о том, что, как бы, его мысли, что для него время – это только момент. И вот он фиксирует момент, потому что завтра этого момента уже не будет, и его, может быть, никто и не запомнит, а послезавтра уж точно никто не будет помнить. Поэтому он фиксирует людей в тот момент, в сегодня. Завтра они могут быть другими уже. Ну, конечно, да. Поэтому я и говорю, что всё-таки это фотопортреты не внешности, а фотопортреты души. У Яныса это получается, я просто не понимаю, как, но судя по тому, что все медийные персоны, все известные личности обращаются именно к нему, всё-таки он действительно мастер. Хотя он себя не считает прям вот художником по фотопортретам, он говорит, что он художник по айнове, по пейзажу. Это действительно так. Это его, как бы, любовь, его творчество, его душа. Но на самом деле, конечно, его фотопортреты – это отдельный вид искусства. Ну, масля, конечно. Вот у вас на двух этажах размещена экспозиция, да? Более 70 портретов, если не ошибаюсь. Вы знаете, на самом деле там гораздо больше. У нас только наименований работ 160. То есть, конечно, несколько портретов повторяются в разных видах, но, в принципе, я думаю, там не менее 140 персонажей. А вот вас лично какая работа, может быть, задела, зацепила, поразила больше всего? Так, чтобы встал и остолбенел. Есть такое? Есть такое, конечно, и это работа центральная. Это единственный человек, который абсолютно неизвестен. Это портрет девушки, которая живёт в Балдырае. Янез встретился с ней на какой-то из фотосессий для… Ну, ему часто заказывают фотосессии журналы и какие-то агентства. Вот в каком-то агентстве он её мимолётом увидел, и он сказал, что это было просто какое-то ментальное озарение. Вот я хочу сфотографировать это лицо. И получилось невероятно… Вы знаете, что-то между Вермеером, портретом, что-то между Вермеером и Рубенсом, может быть, вот что-то… Причём, как Янез рассказывает, что когда он договорился с девушкой, она маленькая, 14 лет была, чтобы она пришла в студию на съёмку. Вот она в чём пришла? В той одежде он её сфотографировал. И вот как-то всё сложилось прямо так, что получился шедевр. И, конечно, перед этим шедевром действительно столбенеешь. Но это единственный портрет неизвестного… А кто из известных? Мы знаем, что у вас на открытии выставки были сами даже герои, да? Да, конечно. Было много тех, кто пришёл поздравить Янеза с открытием тех, кого он фотографировал. Ну и я не могу… Вы знаете, на любой выставке я не могу выделить какую-то любимую прям вот работу, потому что я немножко по-другому смотрю на весь процесс изнутри. Поэтому каждая работа, когда она становится… садится на своё место, она становится любимой. Есть там мой портрет, если мы так говорим. Причём он был сделан за два года до этой… Ой, даже, наверное, за три года до этой выставки. То есть два года назад он уже замыслил, наверное, эту выставку? Я не знаю. Я вообще верю в то, что всё, что происходит… Случайность. Фотосессии не бывает почему-то. То есть мы с Янезом давно знакомы, но это больше так как бы по работе, такие какие-то мимолётные знакомства были. А потом мне нужна была фотосессия. Я очень не люблю фотосессии для себя. Но вот я тоже выбрала именно Янеза. И было невероятно интересно. И я увидела, как он работает, когда он может что-то там ходить, смотреть в пол, чесать голову, что-то… А потом так оборачивается, быстро делает фотографию, и всё, я сниму готов. Портрет готов. И ты даже не понимаешь, в какой момент… В чём тайна, в чём секрет. Да, да. И в какой момент вот это вот он улавливает, он ловит этот момент, в который ты проявляешься наиболее искренне. Он тебя для этого не готовит, не разговаривает так, чтобы вот расслабить. Вот так рассказывать интересно, что просто хочется немедленно пойти и посмотреть. Выставка ещё будет работать? Будет работать. До какого-то. Она открыта у нас до 9 июля. Я очень надеюсь, что мы её продлим. У нас есть другие проекты дальше, но я всё сделаю для того, чтобы её продлить, потому что, конечно, очень много зрителей приходит, это очень интересно. Ты берёшь список со всеми именами, под каждым портретом есть цифра, ты берёшь список с именами, и если ты не знаешь, хотя это странно, если ты не знаешь, потому что все очень знаменитые личности, но если ты не знаешь, ну или ты просто сверяешь, тот или нет, или сверяешь имя с портретом, и можно провести час и два, и потом ещё обсудить. Давайте адрес там помним радиослушателям. Галерея музея МЛВ, Андрея Пумпура 2, это наш, я называю, культурный квартал напротив Национального музея и Академия художественного музея, и Академия художественного и сбоку радио Болтком. Радио Болтком, да, это следующий перекрёсток, это перекрёсток буквы Т, там ещё Министерство культуры прямо напротив нас, так что... Найти легко, это самый центр. Те, кто интересуется искусством, они 100% быстро найдут. Андрея Пумпура 2, галерея музея МЛВ по ступенечкам наверх. Это действительно культурное событие в жизни Риги. А вот у вас пятилетний юбилей, вот есть, я цифры хочу озвучить, есть чем похвастаться и есть чем отметить. 50 выставок, более 50 выставок, 90 лекций, 30 мастер-классов было проведено с известными художниками, искусствоведами. Очень-очень значительное посещение на сайте вашем, почти 2 миллиона пользователей, да? Пользователи или посещение? Именно посещение, когда человек не просто нажимает, но заходит и дальше идёт посылка, проводит время, да. У нас очень часто сайт сейчас пытаются, как это называется? Хакнуть. Хакнуть, да. Вот, поэтому сбрасывается этот счётчик, сколько посетителей, ну, мы его восстанавливаем, поэтому там может быть либо 5 тысяч, это вот когда сброшен счётчик, а так, наверное, он уже там около 2 миллионов, мы особо его не продвигаем, поэтому я и упоминаю, что 2 миллиона, это мне кажется много, мы не прикладываем больших усилий для его продвижения, но вот нас вроде как знают и в сети. Елена, откройте секрет, приоткройте хотя бы, как вы выбираете тему, идею для выставки? Вот вы же решаете, да, изначально, что будет, кто будет выставляться. Вот 50 выставок за 5 лет, это огромное число. На самом деле 50, я знаю, что хвастать не очень правильно. Ну, можно, мы разрешаем. В данном случае, да, в виде рассказа о том, что на самом деле больше 50, конечно, это я попросила, нам быстро подсчитали, у нас на сайте есть раздел «О нас», и там перечислены все выставки, которые проходили… Все 10 выставок в год, больше 10? Больше, на самом деле больше, просто это как бы такая… А как это возможно? Примерно. Во-первых, у нас два этажа, иногда проходит на каждом этаже своя выставка, во-первых. Во-вторых, я, конечно, сумасшедшая белка, как меня называют, что не могу остановиться, мне идей бешеное количество, и, конечно, хочется реализовать все, и понятно, что сегодня художник, с которым ты общаешься, он в этой теме, которая тебе интересна, а завтра это может быть другая тема, поэтому ты просто стараешься ухватить, поставить в план, договориться, поэтому и нету пробелов между выставками. Ну, конечно, команда еще очень, очень, все зависит от сплоченности команды, у нас очень небольшая команда, но так как все мы в искусстве, всем интересно, всем нам интересно, поэтому, вероятно, поэтому и мы так вот движемся вперед достаточно быстро. Но на самом деле, если бы были возможности, я бы делала, сейчас бы было уже не 50, конечно, а 100, потому что идеи еще бешеное количество. Ну, пандемия, конечно, там этот процесс... Да, пандемия очень сильно тормозила. Да, у нас во время пандемии были, конечно, и онлайн выставки, вот, но все равно, конечно, во время пандемии тяжелее было завести как бы и сохранить вот этот вот творческий потенциал, с которым ты все время движешь вперед, эту энергию творческую. Во время пандемии это было сложно. Ну, потому что не было, то есть отклик на сайте был, отклик в соцсетях был, но когда ты не видишь зрителя как бы вот глаза в глаза, когда ты... Конечно. Когда зритель, одно дело ты приходишь и видишь работу в галерее, другое дело в сети, это, ну, это абсолютно разные впечатления, естественно, отзывы, нам всем нужна поддержка, нам всем нужны отзывы, что мы правильно, в правильную сторону движемся, что это кому-то еще интересно, что это большое-большое-большое наше топливо для движка. Ну, да, вы делаете ярче культурную жизнь Риги однозначно, и я вот себя поймала на мысли, что пять лет, я удивилась даже, мне кажется, что намного больше вы существуете, что всегда это было, а оказывается только пять лет, или уже пять лет, или только пять лет, ну, можно там по-разному, да, расценивать, но за эти годы очень-очень значительное имя вы себе сделали, это правда. Ой, спасибо. Ну, не для меня, на самом деле, конечно, галерея – это как какая-то еще одна жизнь, следующая жизнь, но она настолько плавно образовалась, эта жизнь галерейная для меня, потому что до этого все то же самое делала, не в галерее, да, точно так, такие же творческие-то проекты, сама развивалась, что, конечно, с одной стороны, мне кажется, что я всегда этим занималась, всегда существовала галерея, и у меня тоже такое ощущение, что, боже мой, только пять лет, а вроде какой, давным-давно. Напоминаем, что в гостях у нас Юлия Ерейская, она помогает включать зеленую лампу, сегодня в помощь пятилетней девочке Алисии. Ну, немножко пару слов я расскажу про нее, кстати, пока вы рассказывали, вспомнила, что Алисия очень любит рисовать. Она очень такая милая девочка, вот если вы откроете сайт mixnews.lv в рубрике «Зеленая лампа» и на Фейсбуке, в социальной сети, на страничке «Зеленая лампа», там увидите фотографии. Совершенно чудесный ребенок, она спокойная, милая, добрая, очень ласковая, очень любит музыку, мама говорит. И мама умница, девочке нравится классик. Удивительно, да? И мама ей включала, когда у нее были приступы судорог, вот эти эпилептические, но я включала сонаты Моцарта, чтобы ребенок успокаивался. Вот представляете, какой терапевтический эффект имеет музыка, да, то есть помогает. И занятия с музыкальным терапевтом тоже мама возит девочку. Мама вообще очень много занимается ребенком, они ездят на всевозможные занятия, которые могут ей помочь улучшить там поведение, социальные речи развить. То есть девочка говорит, но она очень замкнута в себе. У нее такие вот, ну, как бы, проявления аутического спектра, но трудно общаться. Но врачи считают, что, возможно, это именно от эпилепсии, да, то есть затронута там эпилепсия часть мозга, которая отвечает за поведенческие реакции. И если устранить основную причину, все остальное наладится. Но мама, ее зовут Лена, она закончила сама курсы аботерапии, она специалист по аботерапии и занимается с ребенком дома. И вот она сказала, что когда наберу опыта, возможно, вот я бы хотела и другим деткам помогать тоже вот этим, потому что это очень важно. И аботерапия вытаскивает ребенка из многих ситуаций, учит его общаться, адаптироваться в социуме. Потому что, вот, например, Алисе, ей трудно общаться, она очень хочет, она такая ласковая, она очень хочет играть с детками, но она не умеет просто этого делать. И мама очень переживает из-за этого, и девочка сама переживает. А самое главное, что вот мама сказала, мы спросили, какая у вас мечта, и она сказала, я очень мечтаю, ну, конечно, здоровья ребенку, и чтобы услышать от нее осознанную фразу «мама, я тебя люблю». Вот очень хочет, она сказала, что я бы была счастлива просто. У девочки, я напоминаю, что эпилепсия диагностирована какого-то такого вида, для которого трудно подобрать. Мы не вдаемся сейчас в медицинские термины, вы можете прочитать на сайте статью. Очень трудно подобрать нужные лекарства. Пока что их не подобрали, поэтому очень нужно пройти курс диагностики и лечения в Петербургском центре доктрина. Все это дело стоит 6800, это диагностика и два курса. И мы очень все надеемся, что это поможет, потому что хорошие результаты дает эта клиника. Многие детки у нас уже там побывали и возвращались с большими успехами, с большими подвижками. Телефон 93006384 работает всю неделю для Алисии, и евро 42 цента стоит звоночек. И в сотрудничестве с сайтом BeOpen мы работаем, как вы знаете, с благотворительным фондом BeOpen. И благотворительный фонд BeOpen открыл счет помощи для Алисии, чтобы собрать эти деньги. Не только телефон, но если кто-то может помочь более существенно, родители, малышки будут очень благодарны. И мы все тоже. И добрые дела вам зачтутся. Это 100%. В небесной канцелярии все записывается. Да, и этот счет помощи можно найти тоже в статье. Вот я бы хотела, если это уместно здесь, но я думаю, что уместно, потому что у меня есть личный опыт, именно связанный с болезнью очень близкого родственника, родного человека. Я бы хотела со своей стороны акцентировать внимание на помощи, на помощи, на поддержке родным. Потому что мама, папа переживают. Это отдельное, совершенно тяжелое, тоже трагичное эмоциональное состояние. В этом состоянии родители должны еще дать ребенку позитивный настрой. Ребенок, особенно в таком возрасте, еще не понимает, что происходит. То есть, а мама уже понимает с отцом. И для них очень важна поддержка, то есть, материальная поддержка, когда она есть, снимает хоть какую-то тревогу и напряжение, и направляет мысли в сторону того, что все будет хорошо, что мы справимся. Но еще очень большой фактор поддержка друг друга. В моей семье была, я рассказываю это первый раз, я особо никому, но просто я не могу не рассказать здесь. В моей семье тоже была трагедия. Моя старшая сестра родилась совершенно здоровым ребенком. И вследствие ошибки врачей, через три месяца после рождения была произведена какая-то манипуляция, которой я не хочу вдаваться в подробности. То есть, совершенно стандартная для всех детей, она проходит без последствий. Для моей сестры, родная сестра, для моей сестры это стало диагнозом, который тоже поставили не сразу. Врачи не понимали, что произошло. Но в итоге все вылилось в то, что у сестры диагностировали воспаление мозговых оболочек. И это называется... Ой... Вот настолько до сих пор это тяжелая ситуация для меня, когда уже и сестры нет, и родителей нет, но все равно это возвращает в то состояние такой совершенной безысходности, когда ты понимаешь, что сделать невозможно ничего. Что бы ты ни делал, ты можешь только держать себя в руках, ты можешь делать все, что в твоих силах и что выше твоих сил для того, чтобы твоему родному человеку, твоему ребенку или моей сестре в данной ситуации облегчить жизнь. Потому что, когда ты понимаешь, что жизнь могла быть и у тебя абсолютно другой, и у родного человека абсолютно другой, если бы не эта болезнь. Ты начинаешь ценить каждый момент, каждый момент положительный, который происходит и с человеком, который рядом с тобой страдает, и с тобой. Каждый момент, который приносит тебе хоть какое-то облегчение, хоть какую-то радость, ты ценишь и пытаешься его повторить. Моей маме, допустим... Ещё очень важно, что родители вместе. Это та ситуация, когда очень часто... То есть 30 лет было сестре, когда она ушла, и за это время, конечно, мы очень многое пережили, очень много тоже пробовали медикаментов, но там был диагноз, который невозможно было остановить, невозможно было никак это вернуть. И просто на глазах у нас ребенок сначала вырос, и до 12 лет достаточно нормально развивалось, потом стало угасать. И маме очень часто предлагали, это ещё было в советское время, предлагали отдать сестру в специализированный пансионат. И вот что очень важно, почему я говорю о родителях, что очень важно, вот это проявление настоящей любви. Как бы сложно ни было, ты заботишься о своём ребёнке, ты заботишься о том, чтобы внутри семьи было настроение и настрой правильный. И, конечно, мама ни в какой интернат никуда своего ребёнка не отдала. И мы все... Я вспоминаю своё детство, мы нормально жили. Но я понимаю, сколько, сейчас понимаю, сколько усилий стоило моим родителям сохранять вот эту обстановку любви и добра. Вокруг родителей было много... У них было очень много друзей, которые тоже помогали, которые... Помочь материально здесь невозможно было, да. Но поддержка моральная, тогда, когда ты понимаешь, что ты не выброшен из общества. Что ты не один. Что ты не один. Что для мужчины, между прочим, очень сложно, сложнее в этой ситуации эмоционально. И, ну, насколько я знаю, в таких семьях очень часто мужчины не выдерживают рядом. Это очень больно. Потому что женщины, они как-то в себе, вероятно, это могут где-то уложить в голове, где-то найти какие-то точки, на которые опираться для мужчины сложнее. Поэтому то, что семья остаётся целой, это большая ценность и для ребёнка, и для самой семьи. И очень хорошо, что девочке нравится рисовать. И с этой стороны я тоже могу сказать, что в моей жизни рисование тоже было всю жизнь одушиной. И это тоже такая поддержка самого себя. И идентификация себя, и связь с обществом, с тем же, связь со своей семьёй, с людьми, с которыми ты хотел бы подружиться, но ты не знаешь как. Это тоже способ. И Алисия нашла... Разговор с миром. Да, разговор с миром. И Алисия нашла этот способ. Это очень ценно. Она... Видно, что она хочет. Она хочет быть вместе с миром совсем. В советское время не было проблем достать... Купить лекарство или пройти обследование. Была только очередь. В наше время, в общем-то, всё гораздо сложнее. Чтобы пройти это обследование, нужно собрать... Ну да, надо знать, какое лекарство. Какое лекарство. Оно может вылечить, а может... Да, оно может. Никак не повредить. Да. Поэтому, конечно, сейчас всё ещё сложнее, ещё тяжелее. И на родителей ложится какая-то совершенно невероятная, как-то невероятно бешеный груз и ответственности, и эмоциональный. И, наверное, любой цент, который мы отправим в поддержку, это будет настоящая поддержка. Не только материальная, но и моральная. Когда... На всех уровнях. На всех уровнях, да. Юля, спасибо большое за эти слова, за то, что вы поделились таким личным. И вы сказали очень такую фразу там ключевую, что мама смогла сохранить атмосферу любви. Вот это, наверное, очень важно. Нам очень часто многие мамы из семей, куда мы ездим, готовят материал для зелёной лампы. Они говорят, вот прям вот не сговариваясь, говорят такую фразу. Ребёнок... Я очень много думала, очень трудно было принять ситуацию, почему со мной. Все это проходят, все эти стадии. А потом приходит понимание, что вместе с этим ребёнком пришло такое количество любви в семью. Нам одна мама, вот просто молодая, она прям так и говорила, что я до этого не понимала. Я жила для себя. Я думала, что всё хорошо и всё. И даже не задумывалась. А тут я поняла, что такое любовь. Когда ты любишь ребёнка не за то, что он там талантливый, красивый и умный, ты этому радуешься, да. Но ты любишь ребёнка любого. Просто потому, что он есть. И он тебя любит, да. То есть вот это вот ощущение такой... по-настоящему, настоящей любви. Проявляются те ценности, которые у нас вроде бы как и есть, но мы их не видим и не умеем ими пользоваться, скажем так. Когда ты ценишь каждый момент, проведённый в любви, и когда ты его замечаешь, ведь очень важно научиться замечать. И да, ты его начинаешь замечать тогда, когда есть с чем сравнить. Ну, девочка, она вот, и вы посмотрите на фотографии на сайте нашем, она как солнышко. Она такая милая, хорошенькая, как у нас Ольга всегда любит говорить, как принцесса маленькая, да, как принцесса маленькая. И действительно очень ласковый ребёнок. Она вот смотрит, она очень мало говорит, она немножко так замкнута в себе. Но любит музыку, любит рисование, любит песенки. Любимая игрушка, мы спросили, какая? Мама говорит, что бурашка у неё любимая игрушка. Она поёт все эти песенки. Мама ей сама сочиняет, тоже песенки поёт. Алисия сама тоже сочинять любит. Вот. И все песни из детских мультфильмов, советских причём. Самые добрые и хорошие мультфильмы. Типа «Дороги с облаками», «Облака белогревые лошадки» и так далее. «Вместе весело шагать». Все эти светлые песни. Все чебурашкины, вот эти песенки. И вот очень хорошая девочка. И очень хочется, чтобы она не страдала. Потому что каждый звонок, телефон напоминаю, 9-3-0-6-3-8-4, делитесь, пожалуйста, этим номером. Каждый звонок, это вот действительно, как Юля только что сказала, это вклад. Это не просто звонок, это вклад в жизнь маленького человека. То есть мы можем реально изменить эту жизнь к лучшему. Можем. И давайте пробовать. Не всё от нас зависит, от многих факторов зависит. Но вот, кстати, я расскажу, не знаю, как меня мама Лена одобрит или нет, но расскажу такую вещь, что они крестили девочку, да, крестили. И икона Иоанна Предтечи, у них дома такая вот, их домашняя, которая помогает им. Да, и они крестили в этот день. И совершенно случайно, я посмотрела в календарь вчера и поняла, что сегодня день Иоанны Предтечи. Знаете, то есть программа. Случайно я посмотрела, но случайностей не бывает в том, что происходит. Не бывает, совершенно. Вот, и Ксения Петербургская, которую они любят, это вчера был день Ксения Петербургской, да, вот тоже. Тоже такие маленькие-маленькие сигналы, которые, наверное, помогают понять, что там мама на правильном пути. Да. Они очень волнуются, потому что там тяжело обращаться за помощью, это понятно, и все переживают. Но у нас очень хорошие радиослушатели, у нас очень хорошие люди. Это главное богатство страны, я считаю. Я сейчас хочу поблагодарить всех, кто на прошлой неделе помогал трехлетнему малышу Адриану. Нужно было собрать 4500 евро, и было сделано 949 звонков, почти тысяча, и было собрано 4777, даже чуть-чуть больше. Напоминаю, что с денег, поступивших на счет, которые открывает благотворительный фонд БиО, не берутся никакие проценты, никакие отчисления, никто не берет с этих денег. И вот эти вот все денежки пойдут на реабилитацию этому тоже чудесному, совершенно малышу. Вчера вечером не хватало еще 300 евро, я написала там какой-то постик, говорю, вот все хорошо, не хватает 300 евро. Тут же быстро откликнулись люди. Вы знаете, вот если спрашивают, когда ты плакал последний день, последний раз, вчера я плакала, потому что я посмотрела, приходит мужчина молодой, пишет, малыш выздоравливай. Ну вот каждый что-то пишет, и каждый кидает денежку. Сегодня эти денежки уже полностью собраны, и даже чуть-чуть больше. И вся эта сумма пойдет на лечение Адриана. Спасибо вам большое. С сегодняшнего дня телефон переключен на помощь пятилетней Алисии. У нас каждую неделю новый герой, как вы знаете. А гостя у нас сегодня Юлия Ерейска. У нас уже очень мало времени осталось. Я вот что хочу спросить, Юль. Вот недавно буквально на вашей страничке на Фейсбуке поставили видео, очень интересно, метеоритный дождь. Да. Поток Тау-Геркулиды. Как вам это удалось? Увидеть, заметить, сфотографировать? Послушайте, я где-то за неделю до этого, я подписана на всякие научные порталы, и я безумно люблю тему космоса, и все с этим связано. Да, технологии космические. И там была небольшая заметка о том, что Земля будет проходить этот поток Тау-Геркулиды, и что это такое событие, о котором редко говорят, и как бы забыли предупредить заранее, то есть не было никакого особого волнения, как обычно начинаются статьи, публикации, что вот сейчас это будет, а давайте все смотреть. Здесь я смотрю, ничего нету, никаких публикаций больше. Хотели скрыть. Вообще у меня разные мысли потом рождались. Почему? Потому что смотрю, ну нет, я практически забыла. А я вообще такой полуночник, я, конечно, ложусь очень поздно, и в статье было написано, что все будет происходить в ночь с 31 мая на 1 июня. И так красочно было описано. То есть 32 мая? Да, 32 мая, точно. И было так красочно описано, что, конечно, у меня это отложилось в памяти где-то там, на подсознании, что должны быть серебряные облака. Вы не думайте, что это облака, значит, из H2O, это, значит, облака из пыли, от Тау-Геркулида, они должны светиться серебром. Там не пугайтесь, не удивляйтесь. И вот все такое подобное. Ну, значит, я иду уже спать. И, проходя мимо окна, понимаю, что что-то мне надо было проверить перед тем, как лечь спать. Прошлась по всем окнам. И только в одном окне на северной стороне просто это что-то невероятное было. То есть я сначала подумала, ну нет, ну не может быть. Ну не может быть, что такое событие, некто такое яркое событие. Думаю, ну, наверное, какой-нибудь концерт, ну где-нибудь очень, ну такие мощные прожекторы. Не могут быть. Потом в полной тишине. Думаю, ну раз такое яркое светопредставление, то должен быть и звук. Или это гроза, хотя там и зелёные были краски, и багряные какие-то сполохи, и какие-то, вот, как зелёная лампа, вот такого цвета зелёная. То есть это всё длилось в течение полутора часов. Я сбегала, разбудила мужик, говорю, вставай, ты никогда в жизни такого больше не увидишь. Вот, ну и, конечно, мы потом сидели, был романтик в три часа ночи, считай. Одно окошко небольшое, и, ну... Желание загадать? У меня уже вот несколько человек спросило, ты загадала желание? А я была настолько поражена, что не могла ни о чём думать. Я себе представляла какие-то такие картинки, что ж там в небе, потому что было облачно, и не видны были сами потоки метеорные, но всё было в сполохах, то есть всё небо озарялось, то белым, то багряным. Как же мы проспали этот вопрос? Вот. И я несколько дней ничего никому не говорила, думаю, ну, сочтут меня за немного это... Зачем? А потом всё-таки нашла подтверждение, что да, это всё было, это действительно так, и серебряные облака я видела. В общем, было красиво, но всего полтора часа это всё длилось. Ну, это был подарок юбилея. Подарок? Музеум ЛВ. Да, да, точно, можно так сказать. Но было жутковато сначала. Ну, здорово. Это главное надо заметить, а ещё и зафиксировать. То есть зайдите на страничку Юлии Ерейска на Фейсбуке, вы увидите эти потрясающие фотографии. Да, да. Но ещё телефон не передаёт такие краски, которые там были, но это уже что-то очень... Ну, ещё в августе очень много этих потоков метеоритных обучений. Метеоритных, да. Но тут именно то, что вот всё небо было в этих сполках. Давайте считать это хорошим знаком. У нас программа заканчивает. Вот мы на этой хорошей ноте попрощаемся с вами, дорогие радиослушатели. Напоминаю, что телефон 9306384, наш постоянный телефон, на этой неделе подключён в помощь Алисии Стародубец, пятилетней девочке, которой очень нужна помощь для диагностики и лечения эпилепсии Петербургской клиники. Спасибо вам за каждый звонок. Всего вам самого доброго. И будьте здоровы. И с нами сегодня была Юлия Ерейска, художник, руководитель арт-галереи, музея МЛВ и культурного центра ГРАД. Пожалуйста, помогайте друг другу, помогайте себе, помогайте тем, кому эта помощь нужна именно сейчас. И тогда вам покажут персеиды, звёздные дожди и всякую красоту мира. Пусть будет так. Всего всем доброго. И мы благодарим за любую помощь. До свидания. До свидания. До свидания.